Откуда и как появилось это, как Юра говорил, «погоняло» прозвище «Хой». Ну, это значение слова, да, а вот как оно к нему прилипло и что значит «Педафон». Олег знает, что мы в рок-клубе, то есть в ДКТ, собирались по средам в 6 часов вечера. Это был такой вот клубный день, когда мы с музыкантами обсуждали насущные дела, что нам делать, как быть. Потому что в клубе всего было две колонки Родина и больше не было ничего. И мы всем миром пытались как-то, чтобы проходили концерты, вот собрать что-то, как-то вот там заработать. Вот эти все деньги, которые мы там вкладывали, там что-то пытались покупать. Там Кчерга лепил свой собственный свет. И когда готовился второй фестиваль, это был 1988 год, вот прямо начало мая, Юра уже ходил без шинельки. И мы так вот, музыканты, собрались, вот там сели тут, там Крюк, первый барабанщик, там Квад, Кчерга, соответственно, он, ну и еще там музыканты. И мы обсуждали, как мы это будем, видим, как кто, чего. Вот. И, значит, я толкнул там речь, что, ребята, давайте выходить от совка, что нам никакой президиум не нужен, мы не комсомольцы. Фестиваль пройдет без всякого президиума, вот как народ решил, так все и будет. Вот. И Юра так вот с семечками, они сидели там с Крюком, и вот внушли, как сильно чуваки и чувихи, приходите на мой концерт. И он все время вот так вот вставлял, там, хай, хай, я че-то такой вот, ахуай, хой какой-то сидит, ну все зажали там, как лошадь. Крюк там, ой, хой, сидит, хой, и все, и цепилось вот так вот. Самое мистическое. Субтитры сделал DimaTorzok